здравствуйте друзья возвращаясь вечером домой хочу рассказать вам о том как продляется соединенных штатах лиз на помещение для бизнеса значит у нас есть офис которым мы уже пять лет и буквально через там несколько недель нам положено этот лиз лиз это долгосрочная аренда значит нам нужно контракт аренды долгосрочной продлить изначально стандартный срок для таких контрактов это пять лет и там есть много тонкостей но в принципе есть стандартный контракт который создан ассоциации там коммерческих риэлторов там и так далее он он достаточно типовой и там есть несколько возможностей там выбирать какие-то фишечки ну вот например каким образом определяется аренда за первый год 2 3 4 и 5 в нашем контракте вы можете сказать там по рынку вы можете сказать по как или там какой-то конкретный процент или там этот процент не конкретный а плавающий а можете просто прописать вот у нас контракте прописаны все пять лет какой у нас рент и он там повышается на я боюсь орать полтора процента в год что такого плана вот у нас стоимость квадратного фута выросла с 2 и 4 доллара до что-нибудь 2 и 7 за пять лет вот так потихонечку она росла вот конкретно в нашем здании такие цены может в другом месте там еще другие кстати поскольку подошел срок значит вот этого лиза продление по контракту за 4 месяца до под этого продление менеджмент и мы должны начать обсуждать что у нас дальше как у нас там идет у нас по контракту написано что мы можем два раза продлевать у нас есть право это наше право продлить еще два раза по пять лет но их право значит тот момент когда происходит продление их право состоит в том чтобы пересмотреть цены но они не могут от балды пересмотреть они должны сделать по fair market value fair market value а что такое fair это вот по-честному is it fair кому как одному по-честному так побольше содрать другому поменьше заплатить вот как нам например да и вот начинается некоторое обсуждение если стороны до достичь так сказать компромисса по вот этой fair market value не могут тогда каждая сторона период по специалисту который вот нанимает специалиста который умеет делать оценку это не просто такой опытный мужик от мужик с лайсенс то есть у него есть как бы специально право это делать значит нанимает двоих если те двое не очень сходится они еще третье выберут те двое выбирают третьего который между ними значит там пытается определить у нас контракте даже так написано что если это происходит вот такое то оплачивает всех этих экспертов та сторона который предложение которой было дальше от конечной суммы то есть если мы предлагали там на 30 центов меньше а они предлагали надо 32 цента больше то вот они значит и платят в общем такая вот штука которая на самом деле никакого желания ни у кого нет там кого-то нанимать и расходы какие-то нести ерундой заниматься но вот тем не менее мы смотрим что происходит вот на нашей плазе четыре здания и в одном здании не вот только что сдали за 265 и я извиняюсь 365 2 и 7 то что мы сейчас платим по старому контракту а так они стали за 365 а наша менеджмент компания говорит но мы в вашем же здании только что продлили людям контракт вот недавно за 425 понимаете 425 если мы получим 425 а это то что они хотят нам влепить это мы тогда должны в год на 60 тысяч на 60 тысяч в год заплатить больше за аренду этот серьезная сумма это штаб не не пятерка и даже не десятка это 60 тысяч это что теперь цена что повышать но то есть совершенно какая-то такая экстремальная ситуация поэтому они у них оценка честная они говорят но мы же по-честному мы же только что продлили вот на эту сумму там с вашими соседями вот а тут значит а мы говорим а вот рядом только что в соседнем здании было 365 и вот значит как быть мы сейчас идем в разных стадиях обсуждения и в общем то как бы все стороны хотят договориться то есть им тоже не хочется чтобы мы например уехали потому что если мы уедем то неизвестно как как долго это займет неизвестно какой по какой цене они в итоге смогут это отдать потому что вообще от размера помещения зависит в нашем здании все те помещения которые они там имеют на втором этаже они маленькие на маленькое помещение гораздо больше желающих а вот на школу с двумя классными комнатами там конференс румом дамы четырьмя офисами это знаете кроме того там начинается что каждая организация у нее свои потребности в помещении в в топологии ты сказать вот этого всего поэтому обычно что получается приходит кто-то и говорит вот так же как мы когда-то пришли и говорим нам нужно две классные комнаты что-то снесли все что там было в этом помещении снесли к черту и мать и дальше по нашим чертежам значит поставили то что нам было нужно и нам это стоило 40 тысяч долларов но эти 40 тысяч они включили в рент то есть так получилось что вот вот то что вы платили там 2 2 и 4 за квадратный фунт ну и и в последующем это все уже включала вот те 40 тысяч которые нам размазали на пять лет там наверное под процент какой-то и тогда так вот все то время что они строят в это время что вы никто не живет в смысле не живет никто и бренд не платит а стройка это может занять новые как бы не обязательно месяц может быть существенно больше зависит от разных обстоятельств вот а ты еще найди того кто готов ждать там и так далее в общем никакая из сторон не хочет чтобы договор аренды прервался если только там ну например этот тот кто арендует например арендатор что он не достал владельца там как-то этот хочет от него избавиться тоже бывает вот но короче такой интересный процесс то есть как бы все прописано отношения прописаны взяток никто не берет никто не предлагает что тоже существенно и вот такая такая вот история я часто получаю вопросы о о том как бизнесы функционируют но вот я в данном случае рассказываю такая вот вещь как продление аренды можно конечно попытаться договариваться на более короткий период но допустим я мог бы сказать ребята знаете что я планирую через два года выйти на ретармент мне нужно всего на два года и они могли бы на два года дать мне там какой-то может быть другой по другой цене мне это все например и тогда это был бы никак не стандартный контракт на 5 лет а был бы контрактом на два года они могли бы сказать значит ребята нам на 2 года не устраивает то есть если они ожидают что через два года будет спад какой-то в экономике или что-то вдруг они могут сказать ребят нас так не устраивает нам нужен кто-то кто возьмет на 5 лет и будет 5 лет платить а через два года непонятно сможем ли вообще сдать когда мы пять лет назад визжали в это помещение я хочу сказать что я хочу сказать что половина этой плазы была пустая половина то есть вроде бы ну вы знаете была рецессия связана с тем что там финансовый кризис был 2009 как 2010 как раз мы в конце 10 значит туда заезжали в ноябре с 1 ноября и эти вот были цены там 240 это вместе с ремонтом если бы без ремонта может там был бы там 2 и там 205 вот а сейчас они без всякого ремонта хотят 425 поэтому то есть фактически можно сказать что цены удвоились вот ну можно так сказать ну там кто-то сдал за 365 но все равно почти удвоились там с двух например до 365 хотя мы не знаем наверное тоже какую-то перестройку делали эти 365 включают ту перестройку то есть может быть она не то не так сильно ночью вот такой рассказ и я надеюсь что кому-то было интересно как это все происходит счастливо